Вторая книга серии «Агентство Иллиниум. Завоюй своё счастье». «Сын на вечер». На что только не пойдёшь ради денег. Банально звучит знаю, но в моём случае это не просто прихоть, а не то, на что я хоть как-то смогу жить. Правда, должность забавная, немного странная, но выбора особо нет. Ведение. Матвей. Валиться домой в десятом часу? Могу, умею, практикую. Кое-как стащив ботинки и худо-бедно поставив их ровно под дверью, медленно побрёл в кухню, чтобы там рухнуть на табуретку, опереться руками на стол и уронить на них голову. С трудом удалось хоть как-то вытянуть гудящие ноги и разлепить глаза, которые закрывались от усталости. Непонятно совсем, как смог до дома отобраться и не рухнуть по пути под какой-нибудь куст, в лучшем случае. Сегодня мне было настолько хреново, что появилось желание сдохнуть, просто сдаться, опустить руки и перестать себя мучить двойными сменами. Странное желание. Да, знаю, но оно было. Как никогда сильное, раздирающая грудь и будоражащее сердце. У человека есть предел, каким бы крутым и выносливым он не был. Рано или поздно он доведёт себя до нулевого состояния, до опустошения, до тигого желания всё бросить и выбрать лёгкий способ существования. Кто-то присасывается к бутылке, кто-то забывается в мареве дыма и громкого шума, иные выбирают ещё более опасный способ и знакомят свой организм с наркотиком. А кто-то просто не хочет жить и делает всё, чтобы своё желание осуществить. Сколько держался? Два года? Нет, чуть больше двух. Что успел сделать? Для себя? Ничего. Вы представляете? Пахать с утра до поздней ночи, лишать тебе радости удовольствия, покупать только самые необходимые вещи и продукты, при этом куковать у прилавка и переспрашивать себя, точно ли мне нужны носки? Как бы можно зашить старый и проходить ещё месяц? А, кошмар, стыдоба. Мужику почти 30 лет, а у него за плечами ничего нет, кроме кредитов. И то не я их брал, не я. А вот выплачиваю. Сначала мелкие займы отдавал, потом завалил на себя большой кредит, с которым кое-как справляюсь. Когда в команде завибрировал телефон, я дёрнулся как от удара током. Глаз заранее стал дёргаться, а руки начали трястись, как у наркомана. В это время мне может звонить только один человек. И, как правило, не для того, чтобы поинтересоваться здоровьем и спросить, как у меня дела. Да и вообще, по статистике, все поздние звонки никогда и никому не предвещали ничего хорошего. Поэтому моя реакция в совокупности с личным жизненным опытом была очевидна. Достал телефон и посмотрел на фотографию на экране. Полиц никак не желал скользнуть по экрану, чтобы принять вызов. Голова активно ему в этом помогала, напоминая, что после таких звонков моя жизнь превращается в то место, на котором сейчас сижу. Я смотрел на телефон в руках, как на бомбу замедленного действия, которая рванёт, если к нему прикоснусь, если нажму на эту зелёную кнопку. Я не нажимал, чёрт возьми. Я боялся. Я боялся услышать голос того человека, который так настойчиво пытается со мной связаться. Хотя нет, не самого человека, а скорее последствий, каждая беседа с которым приносит с собой в мою жизнь. Звонок прекратился, но облегчённо выдохнуть уже не смог. Последовал второй вызов, потом третий. Следом посыпались сообщения, которые мне уже не нравились, хоть и читал их мельком. Если бы можно было переместиться в другую точку мира, то я бы с удовольствием всё бросил и умчался в дальние дали. Да хоть на крайний полюс, лишь бы меня не донимали. Спрятался в самой глубокой пещере или просто стал отшельником в лесах Сибири. Сделал бы всё, лишь бы этот абонент не звонил. Глубоко вздохнув, задержал на несколько секунд дыхания и выдохнул. Так, всё будет хорошо. Нужно только ответить на звонок и убедиться, что никто не умер. Что все здоровы, сейчас просто решили поинтересоваться моим самочувствием. И в сети сообщения совсем ничего не значит. Это шутка и розыгрыш. Да, получилось как-то уж больно неуверенно и тихо. Я даже на мгновение затаил дыхание и сжался. Матвей, у меня проблемы. Я прикрыл глаза и посчитал до десяти. Нет, нужно до ста или тысячи. Нет, мне нужно что-то более качественное. Но дома даже палёной водки не было, ибо купить её было банально не на что. Глаз стал дёргаться ещё сильнее, давая понять, что до этого я жил очень даже хорошо. И не надо было жаловаться. Жесть начнётся сейчас, вот буквально через пару минут. Что случилось? Выдавить из себя эти слова было вдвойне тяжелее, потому что этой фразой человек как бы автоматически показывает, что готов выслушать проблему и даже взять и взвалить её на свои плечи для того, чтобы решить. Я говорить эту фразу не хотел. Какое-то время вёл внутреннюю борьбу сам с собой, но всё же её произнёс и притих в ожидании ответной реплики. И разбило машину. Кроме нескольких фраз, которые говорить девушкам как бы неприлично, я ничего пробормотать не смог. У меня просто не было адекватного ответа. Зато был один единственный вопрос, который начинается с местоимения «ты». А вот следующее слово выражало всю степень моего негодования. Но, совладав с эмоциями, куда бедно смог хоть как-то сформулировать свои мысли в два слова. Очень жаль. Как-то так, если культурно. «Ты не понимаешь», – завопила сестра, переходя на ультразвук. Даже поморшився от этого, едва не оглушающего вопля. «Я въехал в свадебный кортеж с лимузином». Даже мысленно прикидывать не стал, какую сумму она, то есть я, влетел. Хорошо, что у меня здоровый молодой организм. И природа подарила мне две почки. Начал задумываться уже о том, чтобы просто распродать себя на органы. А что еще остается? Сам я живу на съемной квартире и параллельно с этим выплачиваю кредит за машину, которой нет и трех лет, причем даже не за свою. Я ее в глаза не видел. И, судя по всему, машины теперь тоже нет. После встречи с кортежем-то. Не дали месяц, чтобы выплатить. Дальше последовала убойная сумма из-за огромного количества нулей. Застонав голос, сполз на пол. Несколько раз столкнулся затылком об стену. Надеюсь, что это сон. Вся моя жизнь сон. Но голос динамики телефона, боль в голове и во всем теле говорили об обратном. Это реальность, парень. Реальность, которая похожа на кошмар. «Матвей, выручай, они же меня с детьми прибьют», запричитала Ангелина. Мне казалось, я даже видел, как она металась по квартире, не зная, куда себя деть. «Почему ты мужа не попросишь?» «Ой, действительно. Что за мода? Как будто у нее нет человека, который должен оплачивать себе прихоти девушки. Свадьбу организуй, санаторий племянникам оплати, поездку на море сестре оформи, кредит выплати, не треснет». «Ты что? Он же меня…» «Господи, как я устал. Просто ужасно устал. Мне даже иногда казалось, что грохот в моей голове ничто иной, как крики клеток тела о помощи, что они призывают меня к совести и молят остановиться, что такой ритм жизни они не вынесут. Ты понимаешь, что уже банально из себя ничего не могу выжать?» «Ничего!» – покричал в трубку, сжимая свободной рукой волосы на голове, чтобы хоть как-то подавить начавшую истерику. «Мама говорила перед смертью, чтобы ты меня не бросал». Иногда кажется, что мать меня этими словами шесть лет назад прокляла, повесив на шею сестру с ее детьми и всем семейством в придачу. «Я подумаю». Быстро сбросил вызов и отключил телефон. Естественно, бросать сестру я не собирался, но всю сумму чисто физически и морально я бы не подтянул. Да и с работой что-то нужно делать. За станком больших деньжиш не заработаешь. Кто я? Обыкновенный оператор, который работает посменно по восемь часов в день. И моя должность невысокооплачиваемая, хоть и труд довольно тяжелый. Растерев руками лицо, тоскливо посмотрел в сторону холодильника. Жрать расхотелось, как бабушка отговорила. Хотя мне было просто необходимо перекусить, так как последний раз только обедал. Но не смог себя заставить. Поднявшись на ноги, медленно побрел в небольшую комнату, где стояла старая советская скрипучая кровать и деревянный шкаф, ничем не лучше своего собрата. В окна располагался стол книжка, на котором и жил мой бук. Единственная дорогая вещь из прошлой жизни. Браузер загрузил поисковик, и я ввел фразу «работа». Даже город не успел вести, как всплыла реклама агентства «Иллиниум». Оно еще и в нашем городе находилось. Им требовались люди, готовые работать на интересных должностях. Они ниже даже перечислялись. Должности, естественно. Сантехник? Могу. Электрик? Умею. Водитель? Если будет машина? Легко. Муж? Что, простите? Муж? Хм, сын? Это что за агентство такое?